Квартиру прокурора Смоленской области Евгения Полонского вскрыли квартирные воры. Началось хорошо. Помните, мы говорим, что воры ходят, грабят каких-то людей несчастных. Огромное количество всяких ФСБшников, всяких Захарченко, прокуроров опять же. И вот пришли, да, и увидели, и победили. Вене и Вене Вике, как Цезарь, вынесли все. А в Оренбургской области разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве генерального директора местного филиала «Газпромтранс», его супруги и личного водителя. То есть, какие-то люди зашли к ним домой, потом вышли с какими-то сумками. Ну, понятно. С какими? С такими, как у полковника Захарченко. Тем более, что этот Крендель, я так понимаю, ветеран МВД. После МВД пошел работать, значит, вот в этот «Газпромтранс». И меня спрашивают, какие мысли на этот счет. Ну, какие мысли? Что экспроприации начались? Вот видите, прокуроры. Ну, не знаю, почему убили. Вообще, зачем убивать людей? Даже таких, может быть, и не очень хороших. Не надо никого убивать. Я думаю, что вот если бы я был следователем и расследовал подобное преступление, то первую следственную версию я бы такую как бы в голове сформировал, что убийство. И убили зачем-то еще водителя. Водителя могли убить по любой причине, но большой процент, что убили, потому что он был наводчиком. Потому что, чтобы не оставлять свидетеля, боялись, что его расколют. Вполне я допускаю, что это так. Хотя, может быть, и другие варианты. Начальник полиции из Чехова задержан подозрение в получении взятки. Тоже полковник. Видите, хунта черных полковников. У всех полковников миллиарды. У офицера ГРУ обвинили в создании финансовой пирамиды. Но если эти ГРУшники создают всякие фирмы, ловушки и так далее, то почему бы он не создать ему только для СЭБа? Видео показали с изъятыми миллиардами этого полковника ФСБ. Народ негодует. Они не знали, что такое. Деньги грузят вообще погрузчиками. Такое количество денег у людей. Эти полковники, всякие генералы летают на реактивных самолетах своих собственных. Представляете, что у полковников МВД есть такие, у которых есть реактивные самолеты. Они летают на лазурный берег. На своих собственных реактивных самолетах. Песков рассказал о системной борьбе с коррупцией. Какая тут системная борьба с коррупцией. Одна змея кусает сама себя за хвост. Одни гады пожирают других. То есть, закон джунглей. Это системная борьба с коррупцией. Вот я бы назвал системной борьбой с коррупцией то, что сейчас происходит на Западе. Вот двоюродного брата Путина заподозрили в отмывании 230 миллиардов долларов. 230 миллиардов долларов. Можете себе представить. Это бюджет за год Российской Федерации. Помните, то, что я вам говорил. Что из полковников там бюджет состоит. А это вот один братец двоюродный. Отмыл 230 миллиардов. Через один только банк. И этот банк сейчас. Эстонское отделение вот этого датского банка самого. Эстонское отделение. 230 миллиардов. Какая прелесть. И вот не по этому ли вопросу ездила президент Эстонии к Путину. Ну, казалось бы, зачем ей мазаться? Зачем мараться? То есть, может быть, она хотела первой сообщить радостную весть. И, может быть, какие-то вопросы с Путиным порешать. Потому, что больше ничего же они не решили. То есть, Эстония со всех сторон после этого ополчилась против России. Значит, решали какой-то вот такой интересный вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!